Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон и сейчас мы будем играть в Век Рептилии. Сразу скажу, не надо тут забрасываться какашками, что парень Нопа ничего не знает, это действительно так, я только открыл и только смотрю. Итак, самое начало обучения. Ты смотрю прохлаждаешься здесь без дела. Слушай меня, имя моё генерал Веджинфул и я теперь твой главный ночной кошмар. Хорошо. Мне сейчас же нужна твоя помощь в показательном бою нашей великой армии. Отлично. Кстати, в начале игры мне показали довольно-таки симпатичный видеоролик, можете посмотреть его вот здесь по ссылке внизу. Итак, за каждый уровень ты получаешь очко умений и можешь выучить новые умения или улучшить уже известные. Так, выберите бустеры, бустеров у меня наверное нету, так что сразу отправляемся в бой. Ясно, бои динозавров. Используй эту ауру, она значительно повысит твой урон в бою. Ну, давайте. Используй способность. Открой перелом, чтобы оглушить противника. Открытый перелом. Урон сразу большой. Тысяча. Продолжительность 2. Заряд 20. Шанс крита 3%. Восстановление 6 ходов. Отлично. Бьём. Что у нас тут ещё есть? Разорвать сухожилие или подготовленный удар. Так, ну это каждый ход, да, восстановление 1 ход, а это восстановление 6, так что используем разрыв сухожилий. Шанс крита опять же 3%, продолжительность 5 ходов. Так, ну а теперь... Так, что это тут? Резкий укус наносит урон кровоточащим целям. Давайте. Отлично. Вот, кажется, мы и победили. Кристаллы по выгодному курсу. Купите за 50 голосов. Спасибо, конечно, великодушно, но у меня таких средств не имеется. Вот теперь ты немного понимаешь, чем мы тут занимаемся. Динозавры, древние жители и защитники планеты Земля, выбери себе одного. Окей, давайте. Нет, что-то он как-то негрозно выглядит. Это вообще какая-то курица щипаная. А можно мне сразу какого-нибудь тираннозавра Рекса? Так, похоже, придётся выбирать между куропаткой... В общем, 2, да? Только 2 у нас выбора. Либо вот это, либо вот это. Если не может заклевать противника или растоптать, то всегда может убежать. Несмотря на свои малые размеры, очень опасный хищник и превосходный охотник. Ну, знаете, тут какое-то описание получше. Это какая-то куропатка, которая всегда может убежать. А этот парень хоть страшный охотник, так что выбираем его. Чего тут думать-то? Мунираптор. Нет, у меня будет 1... Так, где у нас? 1... Да, господи, что же не печатается ничего. Сотрите это название. Я хочу выбрать имя персонажа. Почему ничего не получается? Что-то мне не дают ничего выбрать. Ладно, давайте сначала раскидаем характеристики защиты, выносливость, энергии. Используется для проведения боёв. Давайте начнём с атаки. Повысим её в 2 раза. Повысим защиту. Да, в общем, будем действовать ровно. И ещё раз, наверное, атаку, может, выносливость. Не знаю. Давайте ещё раз атаку. Будем на атаку работать. Ну что ж, и будем мунираптором. Почему-то у меня не получилось ввести своё имя. Хороший выбор, но с твоей огневой помощью динозавру будет легче сражаться. Это магазин. Здесь можно купить различные улучшения и предметы. Итак, что нам можно купить? Купите эту гранату. Ну, жалко, конечно, денег тратить, но раз такое задание, то купим. Маленький обжигающий жук увеличивает урон, получаемый целью на 25% на 3 хода. Ладно, покупаем. Куда деваться? Рассказали, значит надо. Динозавров можно улучшать, усиливая их клыки и навыки. Очень хорошо. Нажав на динозавра, ты перейдёшь в раздел инвентаря. Смотри своего динозавра перед началом сражения. Окей, сейчас посмотрим. Есть у нас тут всякие клыки, да? Этот элемент пока что нельзя снимать. Я и не собирался, я просто посмотреть хотел. Защита плюс 1, уровень 1. Атака плюс 1, атака плюс 1 и атака и защита. Тонкая шкура. Можно вот это? Не хочу я снимать, я хочу прокачать. Где тут? Так, вот это можно куда-нибудь одеть? Ладно, это наверное просто в инвентаре как расходник. Тут у нас что? Умение. Отлично, можем что-нибудь прокачать, наверное. Но у нас нет пока очков и есть достижения. Достижения у меня пока что тоже нет. Ну ладно. Что ж, мы вроде все посмотрели. Можно мы отправимся в бой? Так, держать. Теперь пришло время начать твой первый бой. Отлично. А это арена. Здесь ты можешь сражаться с другими динозаврами. Все, отправляемся на арену. Выбери себе противника по зубам. Хорошо. Ну и я первого уровня и они первого уровня, так что будем драться с ними. В бой. Начинаем с укуса. Он поставил блок. Нехорошо получается. Ну ладно, раз просите, то мы его используем. Но я думаю мы могли бы и так выиграть. Хотя у него так много здоровья. Зато у нас атаки очень много. Отлично. Первый враг упал. 12 баксов мы зарабатываем. Очень хорошо. Зато потратили бомбу за 1000. Зачем это? Ни к чему нам это было. Получаем 2 очка обучения и второй уровень. Сразу же улучшим наверное что-нибудь. Ты выиграл солдат. Но это лишь одна из многочисленных битв, что тебе предстоит выиграть в войне с доминаторами. Отлично. Так, что мы будем качать? Что тут вообще имеется? Разрыв плоти. Урон 10-12. Продолжительность 3. Увеличивает урон на 5%. Но пока что это слабое. Лучше потом прокачаю, когда и урон мой возрастет. И 5% будет дорогого стоить. Увеличивает наносимый урон на 7%. Продолжительность 2. Маны 15. Мана 25. Восстановление 6. Что ж, я хочу вот эту способность. И можно бы ее сразу прокачать, нет? Как тебя качать? Ладно, давайте тогда выучим что-нибудь другое. Не, похоже все. Мы потратили видать все очки. Ладно, давайте зайдем в инвентарь. Тут ничего нового не появилось. Вот, мы можем из тонкой... Так, тонкая шкура у нас есть. Как сделать из нее плотную? Купить за 120? Нет, это еще одна тонкая шкура. Ерунда какая-то. Я думал прокачается, а в итоге купил две тонких шкуры, которые мне вовсе ни к чему. Ну, давайте тогда ее теперь продадим, что ли. Я не знаю, может они как-то комбинируются. Ладно, не пойму как улучшать. Потом разберемся, что у нас тут еще нового. Умение мы же уже прокачали. А, вот что мы можем, да? Нет? Мы можем прикупить себе шипы на 10 уровне, а эту ерунду тут на 20. А, вот, мы можем атаку, защиту прокачать. Вот что я забыл. Так, ну ладно, давайте маленько выносливость поднимем и отправимся в бой. Опять же на арену. Выберем теперь какого-нибудь динозавра второго уровня. Давайте вот эту куропатку и атакуем. В бой. Так, начнем с чего потяжелее. С разрыва плоти. Что-то враги довольно быстро погибают. Зарабатываем еще 11 долларов. Ну, наверное, долго заморачиваться не будем сразу в следующий бой. Будем драться теперь против такого же, как мы сами. В начале говорили, что тут более 20 типов динозавров. Видать, сейчас мне доступны только два, наверное, остальные откроются по ходу игры. И еще 13 долларов. И получаем третий уровень. Сразу давайте улучшим что-нибудь. Так, что мы можем прокачать? Я хотел бы разрыв плоти улучшить. Незначительное увеличение урона. Продолжительность также 3 хода. Восстановление также 6. Не знаю, может, более стоит. Давайте боевой крик или что-нибудь. Увеличивает шанс критического урона на 2. Могу я вот это прокачать? Ну ладно, давайте сначала боевой крик улучшим. И что-нибудь из характеристик. Давайте атаку до 20. И защиту. Нет, давайте хп до 8. А как же все-таки вас-то прокачать? Не пойму. Вот уровень 1 плотная шкура. Хочу. Как это сделать? Ладно, бог с ним. Что у нас есть еще? Боссы, магазин, боеприпасы, лаборатория. Так, здесь мы можем, наверное, что-то новое изучить. Вот где здесь новую шкуру? Только на 5 уровень, а на 1. Там же была для 1 уровня. Ясно. Ну ладно, давайте сразу на арену. Уже 3 уровня нам врагов предлагают. Давайте попробуем посражаться с тем, кто сильнее нас. Нападем на 4 уровень. Так, с чего начнем? Давайте сначала себя усилим, чтобы со способности как можно больше дамага нанести. Теперь разрываем врагу плоть. У врага 270 хп, мощный. Бьем. Отлично, 125. Он тоже применил боевой крик. А, у меня есть какой-то амулет ученика, видать. Пока я новичок, я, может быть, сильнее сражаюсь, не знаю. Но этого парня мы тоже побили. Очень хорошо. Получаем еще 13 долларов. Что здесь есть еще? Казино какое-то. Здесь можно выиграть хорошие призы. Давайте сыграем. Наверное, каждый день можно крутануть один раз бесплатно. Что-нибудь в этом роде. Давай, крутись. Отлично. Получаем какой-то имплант. Неплохая атака и защита, но доступен только с 10 уровня. Что еще есть? Подарки. 7 из 7. Давайте примем все подарки. Но подарков у нас-то нету. Так что и принимать, похоже, нечего. Приглашение. Усиление в бою. Осталось 24 часа. Да, на 24 часа я усилен в бою. То есть, как новичок. Ладно, отправляемся на арену. Реализуем эти 24 часа по полной. Хотя нет, конечно, не буду я 24 часа играть. Просто пойдем еще маленько побьемся. Все делаем по старой схеме. Сначала усиление, потом разрыв плоти. Потом закусываем. Хотя надо было, наверное, нападать на того, кто посильнее нас. Все-таки у нас усиление, и мы, наверное, можем потягаться с более сильным противником. Еще 12 долларов получаем. Нет, на ваше предложение меня не интересует. Снова отправляемся на арену. Находим врага посильнее. Атакуем. Да, это, конечно, все очень однообразно. Но, может быть, потом будет веселее. Новые достижения. Отравитель. Отлично. Получаем один рубинчик. И получаем четвертый уровень. Давайте себе шанс крита на двоечку улучшим и прокачаем еще атаку. Ой, нет. Не хочу я тебя атаковать. Я хочу кого-нибудь пятого уровня атаковать. А что, больше вариантов нету? Давайте обновим. Почему-то всего только два врага. Ладно, давайте будем бить кого-нибудь из них. Отлично. Еще 13 долларов в нашу копилку. Опять по два врага предлагают. Не знаю, почему не предлагают врагов выше уровня. И еще 13 долларов. Ну, что ж, это все, конечно, интересно. Но давайте посмотрим, что еще тут есть за возможности. Так, амулет ученика 24 часа. Значительно увеличивает точность. Арена. Есть тут какие-то пвп, есть турниры. Давайте, допустим, в пвп зайдем. Раздел временно недоступен. Ну, ладно. Турниры. Ну, в турнирах нам, наверное, рано участвовать. Награда за первое место. Так, давайте просто в бой посмотрим. Ну, это, видать, как простой бой. Не знаю, почему это называется турниром. Ну, наверное, просто тот, кто лучше всего там в течение недели сражается с другими игроками, может стать первым в турнире или что-то в этом роде. Боссы, давайте. А вот, есть какая-то карта. Требуется уровень не меньше 10-го. А боссы? Опять же, 10-й уровень. А как насчет базы? Тоже 10-й уровень. Ну, что ж, давайте я маленько, так как бои однообразные, докачаюсь сейчас до 10-го уровня и посмотрим, что там дальше. Что ж, ребят, я прокачался, я 5-й уровень и почти сменил все свое снаряжение и маленько разобрался. Дело в том, что здесь просто показывают то снаряжение, которое мне доступно. Ну, вот, допустим, мне доступна какая-то усиленная шкура, но это вот такие с голубым фоном, это какие-то ископаемые. Я не знаю, где их достать, но их просто так не купишь. Можно вот купить только красную себе за 150 долларов. А вот ископаемые, наверное, где-то добываются, может с боссов или еще как-то. В общем, не знаю как, но просто так их не купить, судя по всему. Ну, также вот я, допустим, могу купить за 150 себе зуб или же покруче зуб, но за кристаллы. Кристаллов я даже не знаю сколько, у меня парочку вроде давали за всякие ачивы, но не хватает. И здесь, ну, допустим, чешуя такая, купить кристаллов не хватает, да? Ну, ладно, тогда давайте заменим свою чешую за деньги, если у нас еще остались деньги. Да, деньги у нас были. Продаем старую, она нам больше не понадобится. А вообще, где наши деньги? Сколько их у нас? Что-то я сейчас не вижу. А вот 2000. Ну, ладно, что ж, продолжаю качать уровень, но буду делать это за кадром, стремиться к 10. Ну, что ж, друзья, вот я и докачался до 10 уровня. Не знаю, что у меня теперь открыто. Восстанавливает 500 пунктов прочности. Останавливает 50% заряда, в общем, какие-то гранаты. Наносит противнику 100 тысяч урона. 200, 300. Зачем мне такая роскошь? Ну, ладно, давайте пока что отправимся. Прокачаем нашего динозавра. Получаем также достижения. Закрываем. Я уже этими достижениями, по-моему, 8, да, 8 особой валюты накопил. Так, прокачаем что-нибудь. Ну, давайте маленько защиту до 20-ки поднимем, потом чуть-чуть здоровья поднимем. Атаки у нас и так пока прилично. И, наверное, знаете, я бы по-другому начал своего динозавра качать, если бы знал изначально. Я бы все-таки прокачал сначала укус, а потом бы вот до максимума, ну, на один раз прокачал, наверное, разрыв плоти, а потом бы до максимума острые зубы. Только потом бы продвигал вот эту центральную ветку. Так, ну, сейчас я улучшаю свои зубы. Что еще у нас? Новые какие-то предметы, да, доступные. Шкура, например, для 10-го уровня. Давайте прикупим. Ну, что ж ты, задумался так. А эту продадим. Зубы. 300 долларов. Да, нам нужен такой красный зуб. Отлично. Старый на свалку. Что тут еще? Коготь. Опять же, за 300 монет. Старый на свалку. И потерянные сегменты чешуи. Ржавая чешуя. Чешуя с прорехами. Да, хочу чешую с прорехами. Отлично. Ну, что ж, теперь, я думаю, мы стали гораздо сильнее. У нас теперь, наверное, вот этот устаревший имплант работает, который мы выиграли в рулетке. Хотя мы можем купить себе другое. Ну-ка, давайте сравним. Вот то, что у нас есть. А вот то, что мы можем купить. Оно на два пункта слабее нашего. Так что, можно сказать, что нам в рулетке повезло. Также мы можем, наверное, прикупить себе шипы. Да, тоже 300 долларов. Что ж, купим все шипы. И мышцы. Мышцы можем мы себе взять? Нет, мышцы мы пока себе позволить не можем. Только на 20 уровне. Пластины. Пластины тоже можем себе прикупить. Тоже на 20. И импланты. А вот имплант можем взять. А, импланты можно сразу два, да, иметь? Один у нас есть. И можем прикупить себе сразу второй. Ну, что ж, давайте возьмем. Вещь-то полезная. Что-нибудь еще? Ну, тут все для больших уровней. Так что, по-моему, все, что мы можем себе позволить на данный момент. Ну, что ж, ладно, выходим, закрываем. Так, мы умение прокачали? Нет, не прокачали. Давайте еще добавим себе парочку выносливости. А то у нас как-то мало здоровья. И зверинец у нас тут теперь какой-то открылся. Что это такое? Итак, я могу, да, превратиться. Или что это такое? В переводе, ужасный коготь способен несколькими точными ударами когтей убить противников. Значительно больше него требуется мини-раптор 10 уровня. Ну, что ж, хочу. Что, он круче, да, чем я? Урон 310, броня 75. Давайте, давайте, давайте. А, у него другие способности, да, будут? То же самое, что у нас сейчас, только добавляется еще несколько. Или нет? Так, ну, давайте пока что прикупим, а потом подумаем. Тебя я могу как-нибудь обозвать по-другому. Как ни странно, и его я не могу переименовать. Не знаю, почему такая ерунда творится. Ну, ладно, что ж, давайте, как всегда, атаку по максимуму. Ну, хотя бы, хотя бы на 15, защиту на 10, ну и все. Адраться продолжим пока старым. Так, давайте на арену, допустим, не знаю, мне интересно. Мы же там можем сейчас встретить новых динозавров, да, и посмотреть, насколько мы способны с ними сражаться. Давайте вот с этим. Отлично, бой! Да, это какая-то новая круапатка, она синяя. Давайте ее сначала траванем. Отлично, поставили блок. Теперь кусаем. Ну, насколько я могу посмотреть, мы можем спокойно и с совершенствованными динозаврами конкурировать. Хорошо, возвращаемся домой. И теперь давайте как раз пройдемся. У нас есть какая-то карта, боссы, базы. Давайте на карту. Пещеры крови, пылающие земли. Что все это значит? Давайте отправимся в пылающие земли. Палет в эту систему временно недоступен. Ну, ешкин матрешки, на куда-нибудь хоть можно слетать. Париж открыть, но мне туда не надо. Так, ну, а сюда? Для открытия этого уровня необходимо построить радар пятый уровень. Ну, где этот радар? Давайте посмотрим. Так, а, у нас же есть база, да? Радар уровень один. Улучшение невозможно. Чтобы его улучшить, нужна сталь, нужен кремний. Где же все это добывать-то? Можно выбить из доминатора птицелов в песчаных каньонах. Портал мы тоже улучшать не можем. Для этого, опять же, нужен титаны и графит. Что тут еще есть у нас на базе? Да, кажется, больше ничего и нету. Только радар и портал. И все мы это улучшать не можем. Песчаный каньон нас отправляют. Где песчаный каньон? Может быть здесь? Есть какой-то прорыв. Бронелоб. Птицелов. Так, ну давайте вот просто куда-нибудь нажмем. Можем мы туда отправиться? Радар второго уровня. Похоже, мы можем вот только в эти белые земли. Может быть, да? Вот, песчаный каньон. И здесь мы можем с кем-нибудь сражаться, чтобы добывать ресурсы. Ну ладно, давайте вот сюда. Итак, быстрый и подвижный робот, направленный на молниеносные атаки. Возможная добыча. Обычные редкие вещи 10 уровня. Эпическая и героическая чешуя 70-90 уровня. Что ж, отлично. Это уже интереснее. Теперь мы хотя бы получили какую-то цель в этой жизни. Мы не только можем сражаться на арене, но и собирать какие-то шмотки. Замок по титулу. Бой будет виден только игрокам, установившим такой же титул, как у вас. Не знаю. Ладно, отправляемся в атаку. Да не надо никого приглашать. Сам справлюсь. Надеюсь. Ох ты ее, 9000 хп. Да, сам я, похоже, не справлюсь. Совсем не справлюсь. У него, наверное, и атаки несколько тысяч. Сейчас он меня с одного удара, да, снесет? Ну нет, не так он страшен, конечно. Но в одиночку его не одолеть. Ну что ж, очень жаль. Ладно, выходим. Давайте попробуем еще раз. Так, опять отправляемся на карту. Только выберем кого-нибудь другого. Вот давайте простого птицелова. А, я уже нахожусь в бою с другим боссом. Завершите текущий бой. Да как же мне его завершить? Ну я там помер. Что еще я могу сделать? Давайте пригласим друзей. Так, ну вроде друзей пригласили. Жмем опять в бой. Но там, наверное, просто будет наш труп валяться. Там могут подсоединиться друзья, конечно. Тоже его чуть-чуть потрепать. Но если, конечно, завести крутых друзей, то можно. А так нет. Э, ну-ка ловись. Отлично, поймали знак радиации. Я могу воскресить своего персонажа? Нет, мне все это не надо. В общем, смысл ясен. Босса одному валить не стоит. Нужны друзья с большим уровнем. Ладно, что есть еще? Все, карта босса база. Умение зверинец. Ну ладно, давайте для конца обзора уже просто поменяем своего динозавра в зверинца. Не могу я поменять динозавра, потому что сражаюсь, понимаете ли, с боссом. А на арену-то хотя бы могу сходить. Ну что ж, отлично. На арене мы сражаться можем, но, знаете, как-то игра не затягивает. Довольно скучновата и однообразная. Сражаться, 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 еще раз сражаться. Какие-то боссы, но чтобы с ними сражаться, надо изрядно подкачаться и завести десяток другой друзей. А я не особый фанат, когда, чтобы адекватно играть в игру, нужно иметь много друзей в ней. Ну, как-то мне кажется, что должна быть возможность играть спокойно одному. Что-то у нас тут бой завис, я не вижу ни себя, ни врага, только наши тени. Ну и ладно, мне не нужно видеть себя, чтобы уничтожить врага. Даже врага не нужно видеть. Отлично, получаем награду. И на этом, я думаю, можно заканчивать наше видео. Смысл игры ясен. Так что, ребята, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 11.1. До новых встреч!